Сейчас я расскажу решение Дмитриевича. Мы разобьем весь натуральный яд на две непересекающиеся части, которые обладают следующим забавным свойством. Пересекается весь параллельный яд, то есть в таких объединениях любое натуральное число строго одним и тем же количеством способов представимо, может быть, нулёный способ, может быть, и нулёный. Одинаковое количество способов представимо как в виде суммы двух разных чисел из первого числа, так и в виде суммы двух разных чисел из второго числа. Дмитриевич, господа, для того, чтобы вы поняли решение этой задачи, я сначала всё-таки объясню вам, что такое слово ТУЭ. Между прочим, вы с ним наверняка встретитесь не только в этой задаче, это очень важная, интересная археологическая конструкция, это сама по себе важная. Чтобы понять, что такое слово ТУЭ, лучше всего сделать так. Выписать все неотрицательные целые числа, но не просто выписать, а в двоичной системе числений. Брикс? Ноль. Один. Один ноль. Один один. Я понятно, что? Один ноль ноль. Что дальше? Один ноль один. Один один ноль. Один один один. Деничка с тремя нулями. Ну и так. Так, ребята, я мог бы сейчас, что называется, подводить вас к этой мысли, но давайте, поскольку народ здесь много, не будем тратить время на наводящие соображения, а я просто сразу скажу ответ. Что такое множество А и что же такое множество В? Множество А состоит из тех чисел, в двоичной записи которых нечетное количество единиц. Множество В состоит из остальных чисел. Итак, А это четное количество единиц. Ноль. Это число три. Это что за число? Пять. Шесть. Это что такое? Девять. Десять. И так далее. Из каких чисел состоит В? Единица, двойка, четверка, семь, восемь. Стоп, Александр Ильич, а в В нечетное количество единиц или в А? Ну, я написал, что А четное. Без разницы, у них семилетичное, когда А и В. В общем, в одном четное, в другом нечетное. Так, у меня вот здесь выписаны все числа, когда четное что единиц. На самом деле, я немножко поленился. Думаю, что было бы интереснее чуть-чуть дальше еще пройти. Давайте сделаем, а? Что там у нас будет? Число 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, все единицы и единицы с четырьмя нулями и так далее. Так, давайте все-таки пройдемся и так про число. Да. Почему ты четное трое или нечетное для одного? Потому что я говорю не о том, число четное само по себе или нечетное. Вы просто не расслышали. Я говорю о количестве единиц в его двоичной записи. То есть сначала надо посмотреть, сколько единиц. Например, в этом числе две единицы, а два это четное. Здесь две единицы, здесь две, здесь две, здесь тоже две. А вот там и нечетное, например, здесь одна единица, здесь одна единица. Это множество b. Итак, давайте посмотрим, что это за числа у нас такие. Да, это число 11, правильно? 8 плюс 2 плюс 1 это 11, 12, 13, 14, 15, сюда, 16, сюда, 17, сюда и так далее. Итак, господа, давайте, я вот 18 выписал, думаю этого достаточно. Давайте сейчас проверять вот это вот условие. Значит, берем множество a для краткости, я его все-таки напишу так. Это что такое? Это 0, 3, 5, 6, 9, 10, да? 6, 9, 10, 12, 15, 12, 15 и так далее. А множество b это все остальные числа. Это числа 1, 2, 4, 7, 8, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 11, 13, 14, 16 и так далее. Ну, давайте возьмем какой-нибудь пример, какое-нибудь число, посмотрим, сколькими способами оно подстоит. Ну, например, число 10, здесь оно представимо как 10 плюс 0, а здесь число 10 представимо как 2 плюс 8, не больше не могу. Отлично. Хорошо, число 11, здесь это 4 плюс 7, а тут 5 плюс 6. Если честно, система не особо видно, но у тебя и верна. А 11 разве не быть 11 плюс 0? Что? В виде суммы попарно различные числа. Так вот, ребята, в принципе, эту задачу можно комбинаторно решить. То есть, если аккуратно посмотреть, то можно доказать, причем более не просто, что вот это разбиение удовлетворяет условию нашей задачи, но и наоборот, что это единственное разбиение, удовлетворяющее условию нашей задачи. То есть, это не просто один способ, а есть еще нет, других нет, это единственный способ. Но, если вы примените те самые производящие функции, которые я сегодня, те самые люди, которые у меня сегодня у вас пытался учить, то, как ни странно, решение задачи становится довольно простым и, пожалуй, оно проще, чем если эту задачу решать. Давайте пытаемся как-то посмотреть, как применить технику, вот, которую сегодня я рассказывал, для решения нашей задачи. Значит, первое. Что такое бесконечный ряд, который соответствует множеству актов? Как это себе представить? Оказывается, нет ничего более простого. Вы должны понимать, что все это вопрос привычный. Это так же, как плавать. Первый раз тяжело, второй раз тяжело, десятый раз тяжело. В какой-то момент человек начинает петь. Это абсолютно вопрос привычный. И все люди, первый раз сталкиваясь с такого рода штукой, конечно, говорят, что это трудно, это непонятно. Надо просто к этому привыкнуть. Поехали. Что такое производящая функция штукой, ряд для множества актов? Очень просто. Это единица, то есть х нулевой, плюс х в кубе, плюс х в пятой, плюс х в шестой, плюс х в девятой, плюс, что такое дальше? Х в десятой, двенадцатой, пятнадцатой, и так вот. Просто поопределение. Когда у нас есть любое подборство внутреннего ряда, надо смотреть х в соответствующих степенях и все сложить. Что такое функция, соответствующая b? Вы уж поняли, b от х, это мне плохо видно, но надеюсь, я сейчас не ошибусь. х плюс х в квадрат, что там дальше? 4, 7, 8, да? х в четвертой, х в седьмой, плюс х в восьмой. Одиннадцать, тринадцать, шутернадцать. Одиннадцать, тринадцать. Четырнадцать, шестнадцать. Четырнадцать, шестнадцать, да? Да. Ну и так далее. И так далее. Там, кстати, для а может быть еще и семнадцатый, и так далее. Хотя там все равно бесконечно много членов, поэтому это довольно ясно. Надо, все. А вот теперь давайте записывать условия задачи. Что значит, что натуральный ряд разбит на эти самые два множества? Это очень просто. Когда вы складываете а от х и в адрес, то вы должны получить не просто что-нибудь, а вы должны в точности получить один плюс х, плюс х квадрат, плюс х квадрат и так далее до бесконечности. То есть единицу, деленную на один минус х, это мы сегодня уже учили, формула суммы бесконечной прогрессии. Единица, плюс х, плюс х квадрат и так далее. Это просто означает, что каждое натуральное число встречается ровно один раз или в множестве а, или в множестве б. Вот так понятным образом записываются условия. Ну, естественно, нужно не забыть, что коэффициент у а и в должны быть только нули и единицы. И вот тогда получается, что условия, что натуральный ряд представлен в виде объединения, это в точности вот такая штука. А от х плюс б от х, это есть один плюс х, плюс х квадрат, плюс х квадрат и так далее до бесконечности. То есть один раз, то есть один раз, то есть один раз. Отлично. Теперь начинается самый трудный момент. А вот как сказать, каждое число представимо в виде суммы двух разных слагаемых одинаковым количеством способов. Ребята, а вот как-то странно, это мы вас в школе учили. Честное слово. Давайте вспомним одну из любимых школ в форме. Давайте. А плюс В плюс С плюс Д в квадрат. Все помнят, что это такое? Как возвести сумму четырех чисел в квадрат? Ну, квадрат в числе и квадрат в числе. Надо каждое число возвести в квадрат, согласны? А потом еще что сделать? Нет. Всевозможное произведение в два, правильно? Да. Два В, два С, два Д, два ВС, два ВД и два СД. Огромное количество. Ребята, а вы понимаете, что здесь произошло? Ну, квадраты, это мы где-то как-нибудь избавимся. А здесь в точности перемножаются разные показатели степеней. Правда, они удвоенные. Но и вовсе удвоенные, удвоенные. Страшно. Итак, я сейчас стираю, у нас здесь все лишнее. И запишу следующее, честное слово, понятное условие. Я вот тот вот ряд А от Х сейчас возведу в квадрат. А от Х я возведу в квадрат. Рой вот этих вот слагаем А, В, С, Д. Выполняю такие. Один из кубей, из пятой, из шестой, из девятой и так далее. Давайте аккуратно посмотрим, что это будет такое. Это будет один в квадрате. Плюс Ху в квадрате. Плюс Х в пятой в квадрате. Плюс Х в какой там? В шестой, да? В шестой в квадрате. Можно я дальше ему написать? Плюс удвоенное произведение. А удвоенные произведения какие? Единица на Ху. Единица уложить на Х пятый. Потом там будет Ху на Х пятый. И так далее, и так далее, и так далее. Ребята, ну двойки это у всех одно и то же. А здесь как раз и есть суммы двух разных чисел из нашего множества. Значит, если я сейчас А от Х возведу в квадрат и вычту отсюда А от Х квадрат. Для чего я вычту А от Х квадрат? Подумайте, что это такое. А от Х возведенное в квадрат. Представляете, надо сначала посчитать А от Х, а потом это вот. То есть вся сумма в квадрате, да? Минус А от Х квадрата. А от Х квадрата, когда я вот это вот все вычтует. И на два поделить. Это от этим двое. Что будет коэффициентом при Х в степени Н? Количество способов представить число Н в виде суммы разных чисел. Согласны? Отлично. А вы помните, что у нас для В должна была быть ровно такая штука. Помните? Отлично. Значит, задача алгебраически формулируется вот так. Ребята, это, конечно, выглядит страшновато, но это уже упражнение по алгоритму. Мы сумели записать... Вспомните задачу, Коля. Коля, вспомните задачу. Надо было разбить натуральный ряд по такие множества А и В, чтобы любое натуральное число одинаковым количеством способов представлялось бы как в виде суммы двух разных слагальных из множества А, так и в виде суммы двух разных слагальных из множества В. Да. Так вот, количество способов представления для А получается, когда вот делаешь такую штуку. Но оно должно равняться, количество способов для В, то есть оно должно равняться В. Понятно. А сейчас начинается крайне простая работа. Я говорю, что вообще-то вот эта формула выражает В через А. Ну так, А плюс В это 1 делить на 1 плюс 1. Значит, я приспокойненько пишу, что такое В от Х. И прошу вас сделать то же самое, потому что это уже наш школьный алгоритм. Знаете, в чем идея? Довольно трудный и комбинатурный вопрос. Мы свели к вполне школьному упражнению. Выразить В от Х через... Выразить единица, деленная на 1 минус Х минус А в Х. Справились? Справились или нет? Что значит почему? Сумма А и В это вот такая прогрессия. А про прогрессию вы доказывали, что это 1 делить на 1 минус Х. Было такое. Мы там перемножали, проверяли. Вот, отлично. Сейчас от этих двоек можно освободиться, правда? Да. Отлично. Значит, его стереть. Извините, я вам так никогда не советую, но вот он сам я так сделаю. И вместо В от Х в эту форму я аккуратно подставлю вот то выражение. Поехали. А от Х, возведенная на квадрат. Минус А от Х в квадрат. Равняется. Единица, деленная на 1 минус Х минус А от Х в квадрате. Минус, так, что такое В от Х в квадрат? Это нужно вот в то выражение везде, вместо Х подставить Х в квадрате. 1 минус Х в квадрат минус А от Х в квадрате. Так, ребята, поскольку эта выражение не такая уж длинная, но важная, давайте внимательно ее проверять. Было в комбинатуре из того, как перемножают перед их. Вот это уже из А в квадрате. Вместо В написали 1 делить на 1 минус Х минус А от Х. И здесь вместо В от Х в квадрате написали точность. В ту формулу вместо Х везде подставили Х в квадрате. 1 минус Х в квадрат минус А. Отлично. Теперь, ну, к сожалению, надо раскрывать скобки. Надо раскрывать скобки, и получится у нас сейчас следующее. А от Х в квадрате минус А от Х в квадрате равняется единица, деленная на 1 минус Х в квадрате, минус 2 разделить на 1 минус Х умножить на А от Х, плюс А от Х, возведенная в квадрате, минус единица, деленная на 1 минус Х в квадрате, плюс А от Х в квадрате. Ребята, к сожалению, я это не умею делать понятнее. Просто вот надо раскрывать скобки без ошибки. Значит, квадрат разности. Делить на 1 минус Х получается 1 делить на 1 минус Х в квадрате. Удвоенное произведение, здесь квадрат. По идее, вы все должны понять. И сейчас вы должны увидеть простую штуку, что вот это вот А от Х в квадрате встречается в обеих частях оба раза с плюсом. Согласны? Согласны. Давайте дальше подумаем, что еще бывает. А еще бывает такая вещь. Надо просто переписать. Я переношу сейчас А от Х в квадрате направо. А от Х в квадрате я переношу направо. Получается такое равенство. Ноль. Это единица, деленная на 1 минус Х в квадрате. Минус единица, деленная на 1 минус Х в квадрате. Это я взял вот эти вот вещи, что я вместе собрал. Дальше пойдет минус 2А от Х, деленная на 1 минус Х. Плюс 2А от Х в квадрате. Пожалуйста, меня проверяйте. Пожалуйста, меня проверяйте. Мы сейчас должны понять, нельзя ли вот это выражение привести в общему знаменателю. На самом деле я это умею. Смотрите, что такое 1 минус Х в квадрате? Это 1 минус Х умножить на 1 плюс Х. А что такое 1 минус Х в квадрате? Это 1 минус Х на 1 минус Х. Значит, какой знаменатель разумно общий взять? 1 минус Х в квадрате на 1 минус Х. Совершенно верно. Совершенно верно. 1 минус Х в квадрате умножить на 1 минус Х. Здесь в числителе будет 1 плюс Х минус 1 минус Х. А это сколько? 2Х. Это 2Х. Господа, а раз это 2Х, то я могу окончательно разделить на 2 и переписать все это выражение в следующем виде. 0, равен Х деленное на 1 минус Х в квадрате. 1 минус Х. Минус А от Х деленное на 1 минус Х. Плюс А от Х в квадрате. Сейчас мне придется долго, действительно долго объяснять вам, что числа бывают черные и нечерные. По идее, все уже должно быть понятно. Ну, вернее так, я могу еще чуть-чуть облегчить вам жизнь. Чуть-чуть облегчу я вам жизнь в следующем области. Я вот это перенесу налево и все выражение умножу на 1 минус Х. Смотрите, что тогда будет. Мне вот интересно, что такое Х деленное на 1 минус Х квадрат. Вот давайте вспомним, что такое вообще единица деленная на 1 минус Х. Это помните 1 плюс Х плюс Х квадрат? Было такое? А что такое 1 делить на 1 минус Х квадрат? Это единица плюс Х квадрат, плюс Х четвертый, плюс Х шестой, плюс Х в восьмой, плюс такая. А когда это еще на Х умножишь, то получится, что вот эта штука, господа, это просто сумма всех нечетных чисел. Х плюс Х квадрат, плюс Х в четвертый, плюс Х в четвертый, плюс Х в четвертый стабильник. Х в седьмой, Х в девятый, Х в одиннадцатый и так далее. Так, отличный вопрос, отличный вопрос, мы сейчас доказываем, что если некоторым специальным образом разбить множество, целых и отрицательных чисел, на два по количеству, я напомню, это были А и ГО. А это те, когда в двоичной записи четное число имеется, любое число одним и тем же количеством способов разбивалось бы, как в виде А1 плюс А2, где А1 меньше А2 и А2, так и в виде Б плюс Б2. Вопрос, зачем нужна эта конструкция, это такой же вопрос, как зачем нужна вообще математика. А вы сложны, потому что как раз, собственно говоря, главная цель в тематике состоит в том, чтобы разрабатывать хорошие конструкции, элитерские и не разрабатывать плохие. То есть, в математике работали-работали, получилось как будто. Работали-работали-работали, получилось, я так не думаю. Ну, я-то умом, вроде, лучше не надо, чтобы была, лучше было бы без нее. Работали-работали-работали, получились какие-то спутники, которые там летают, снимают. Наука должна развиваться. И в ней, внутри самой науки, есть разные конструкции. Вот то, что я сегодня, я пытаюсь на простом примере показать, как работают с сильными рядами. Разумеется, в следующем занятии будет что-то другое. Объяснить школьнику, почему интересна математика, на самом деле, довольно трудно, потому что, понимаете, вы должны верить, что если вы занимаетесь тем-тем-тем, то получится что-то хорошее. Вопрос, почему вы это должны верить, непонятно. Вот, понимаете, это вопрос доверия. Это вопрос того, что вот есть интересные задачи в математике, есть неинтересные. Но вы узнаете, о том, интересна она или нет, к сожалению, не встретившись с этой задачей, а долго-долго ее порешат. Понимаете, вот возникают иногда какие-то идеи, что вот там давайте делать то-то-то, делаю-делаю-делаю, ничего хорошего не получилось. Ну, замечательно. Начинают, когда что-то другое. И так далее, и так далее. Я не могу вам так объяснить, почему интересно заниматься скепленными рядами, иначе, как показав вот некую работу, как мы делаем одно, другое, третье. И, соответственно, вы должны понять, вот такого типа деятельность, вообще такого типа размышления, это интересно для вас? Вы надеетесь, что называется, понять, и так далее? Или же на самом деле, вам это все совсем, ну, это вопрос, это вопрос вкуса. О вкусовых каких вещах, о том, что, чему учить быть власти в первую очередь, чему быть в вторую, это всегда очень сложно. Понимаете, мне кажется, что это красиво. Мне кажется, что ваши школьные упражнения, баллы, они намного менее интересны, чем это. Потому что вот в школьной программе у вас лучше, там, вот формула истощенного умножения. Я же сегодня фактически рассказывал вам о формуле радости квадрата. Просто я пытался рассказать об этом чуть-чуть с другой стороны. Понимаете, чуть-чуть по-другому, чтобы показать, что формула радости квадрата, на самом деле, приводит к некоторым интересным результатам. А давайте еще раз перенесем в другую часть. Может быть, все-таки станет лучше А от Х, А от Х в квадрате. Это что такое А от Х? А от Х, это когда Х возводится в степень, где показатель степени имеет в двоичной записи, что и он имеет в двоичной записи? Четное количество единиц. А вот смотрите, что такое Х, И, С, У и так далее. Это нечетные степени. А нечетные степени, вот когда вы берете нечетное число, как оно в двоичной системе записывается? Что? Четное количество единиц. Как записывается число нечетное в двоичной системе? Нет, в последнем разряде что такое? А, единица. Единица. Ребята, я на самом деле, знаете, что хочу сейчас делать? Расписать вот этот вот ряд А от Х. Только написать показатели степеней двоичными числями. Мне кажется, что так вам станет понятно. Как вам должно стать понятно. Итак, что такое А от Х? Это единица. Она единица. Плюс Х в степени 1,1. Это двоичное что такое? Плюс Х в степени 1,0,1. Плюс Х в степени 1,1,0. Это шестая. Плюс Х в степени 1,0,1. Это девятая. Плюс Х в степени 1,0,1,0. Это десятая. Плюс Х в степени 1,0,1,0. 12 это что? 1,1,0,0. 1,1,0,0. Отлично. Потом какая? Пятнадцатая. 1,1,1,1. 1,1,1. Один с четырьмя нулями. Единицей. Единицей, да. Это 17. Нет. Х умножить на А от Х квадрата. Значит, смотрите. Х квадрат, это надо просто приписать моли в двоичной системе. Х, это надо еще единичку прибавить. Это будет Х плюс Х в степени 1,1,1. Плюс Х в степени 1,0,1,1. Плюс Х в степени 1,1,0,1. Я везде приписываю единичку. Х в степени 1,0,1,0,1. Потом я 1,1,0,0,1. Потом я просто приписываю единичку. И потом Х в степени 1,3,0,1,1 и так далее. Ребята, обратите внимание. Х умножить на А от Х квадрата. Это всевозможные вот такие вот слагаемые. Заметьте, пожалуйста. Они все нечерные. А что такое А от Х квадрата? А от Х квадрата, это на самом деле надо ко всем ним здесь приписать нолик. О, я, по-моему, уже довольно долго объясняю. И сейчас попытаюсь описывать еще раз. Значит, итак, вот здесь написано. А состоит из Х в таких степенях, когда четная сумма. Здесь у вас последняя единичка. То есть Х здесь нечетный степень. А перед этой единичкой четное количество единиц. Давайте так решим. Вот бывает просто Х в степени четное количество единиц. Это А в Х. Плюс Х в степени четное количество единиц. И еще кончается на единицу. Это должно равняться вот чему. Ну, сумма всевозможных таких членов. Сумма всевозможных таких членов. Здесь получается сумма всевозможных членов такого. Х в степени четное количество единиц. И кончается на ноль. плюс х просто в степени, не важно, четное количество видов или нечетное количество видов. И здесь в кончающейся на единицу. Вот. Так. Ужасно интересно, это на самом деле должностное или нет? Посмотрите, здесь всевозможное нечетное степени. А вот здесь вот написаны всевозможные нечетные степени, где здесь четное число единиц. А здесь еще одна единичка. Значит, здесь всего нечетное количество единичек. Значит, когда вы из вот этого, из вот всевозможных таких слогаев, вычтите вот это, то вы получите слогаевые вида, что последняя цифра единичка, они все вот такие, а вот здесь вот нечетная сумма. Когда вы вот это уберете, и когда вы вот это уберете, то реально на этом месте останется х в степени в конце единичка, а вот здесь вот нечетное количество единиц. А когда вы посмотрите вот на это, здесь четное количество единиц и кончающиеся на ноль, а здесь просто любое четное количество единиц, то когда вы вот эти вычтите отсюда, то у вас получатся всевозможные х, которые кончаются на единицу, а перед ними нечетное количество. а это как раз оно и есть. Так, проблема вот в чем, я исчерпался, есть ли хотя бы один человек, который понял это доказательство? У нас есть два ряда, а от х в от х. Это, на самом деле, удвольные всевозможные произведения в разных степенях х, которые учатся. Это ты пытаешься рассказать им алгебру, я думаю, что алгебру они поняли. Поняли алгебру? Да. Когда мы там переносили из одного, да? То есть, настоящая проблема, она вот в этом месте. До этого места это все была школьная алгебра, и это они понимают, правда? Да. Вот смотрите, вот до этого места будет. Объяснять надо вот это. Мы просто перенесли другую часть, вот эту, вот эту, вот эту. Мы просто перенесли, так что мы везде попереносили. Сейчас нужно обнестить вот это. Почему это так? Посмотрим степень, будем смотреть в двоечной системе учреждения. Не степень, а показатель. Показатель степень это будем рассматривать в двоечной системе учреждения. Тогда а по определению это такие цифры, у которых количество единичек четное. Так, секунду, это все помнят? Да. Что ряд а состоит из тех слагаемых, где х в степень, у которой количество единиц четное. Отлично, дальше. Вот это, это и самое наше х в родине а в степень х в порядке. Умножение на х это добавление единички к показателю степени. Да? Да. Здесь. Здесь у нас нет от 2 х, поэтому мы добавляем другие ноли. Ну, и здесь есть. Когда х возводишь в квадрат, то, что у нас нет от 2 х, то реально показатель степеню 2 х. А удвоение показателя степени это в точности приписывание нолика в двоечной системе. Ну, а вот это это? Это просто нечетные степени. Да. Здесь оно и написано. Нечетные степени бывают и нечетные степени, а нечетные степени. Это какое-то число здесь и еще на конце единицы. Да? Нечетное число, это то, у кого двоичная зависть заканчивается единичкой. Да. Что-то единицы. Теперь, вот что-то бывает четное, бывает нечетное. Да? Любое число, четное или нечетное. Я обещал, что сегодня буду вам объяснять. Поэтому там, где не написано, это бывает или четное или нечетное. И те, и те, да. Здесь мы записали, когда это четное. Сумма количества единиц четное. Не само это число четное, а количество единиц. Ну, то все время говорится что именно количество единиц четное. Ну, соответственно, это уходит вместе здесь, и здесь идет сумма x нечетного количества единиц, и единицы. То есть с черным вы их вытянули, то есть остаются только те, где это было нечетное? Ну, теперь, нечетное плюс 1 это четное? Да. Здесь написано четное количество единиц и здесь четное, потому что 0 это не единица но всего это, это сумма кстати, да, более объяснён, так будет даже понятие смотрите, переносим вот это кстати, я не понимаю, зачем я это переносил это не надо переносить ещё раз, вот это минус это это просто всевозможные иксы, когда здесь нечётное количество единиц да, ну смотрите, чётное это бывает чётное и ещё 0 а мы их чётные единицы ну, а это и сокращается сейчас, а можешь повторить про место, где как мы получили то, что х на а от х квадрат это сумма ну, с чётной 1 как мы получили х умножить на а от х квадрат то, что это чётное х чётное 1 второе слагаемое слева икс 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 мы дописываем не 0 а 1 то есть допустим у меня есть все числа есть числа чётное с чётной суммой нечётное вот это число с чётным количеством единиц в двоичной записи в двоичной записи а это нечётное количество единиц вот что говорит нам вот это тоже то, что ну вот это вот это просто количество ну с чётным количеством единиц вот это а вот это вот это х на а а потому что это поскольку там нечётное количество единиц поскольку всего была чётная и плюс 1 то есть нечётная и более того в конце состоит единица то есть они нечётная то есть это ровно нарисовать такие 4 сектора по принципу само число чётное или нечётное и количество единиц в его двоичной записи чётное и ничего. Понятно, да? Максим, ну что ты говоришь? Не разбирайся в дальнем секторах. Сумму. Верните сумму. Раньше-то сейчас не верно. Нет, ну, ну, нет. Дальше это все понятно. Дальше каждый должен на себя подумать. Посмотрим по этим четырех секторах. Спасибо, молодец. Это число, это а от х квадрата, потому что в нем, это просто там, где это число, полученное приписыванием числа с четным количеством единиц, нуля. То есть оно и четное, и число единиц с четным. в нем четное. А вот такие два сектора, это 1 плюс x кв плюс x 5 и плюс так далее. Потому что в нем слогания, степени которых нечетные, а значит, они нечетные. То есть, вот сумма таких трех секторов можно по-разному сделать. Это сумма такого с вот такой половинкой, и это сумма такой половинкой с таким сектором. Пожалуй, это самое понятное объяснение. Нарисуйте себе эти сектора, подумайте. Спасибо. Спасибо.